Всем привет, с вами Чарли! Дождались, друзья! Мы сделали это! 595 дней ожидания позади, наконец вышел финальный сезон Игры Престолов. Первый эпизод получил название Винтерфелл. Давайте вместе разберем все пасхалки, отсылки и скрытые детали из первой серии 8 сезона Игры Престолов. Прежде чем начать, я бы хотела порекомендовать вам официальных представителей HBO, сервис о медиатеку. Смотрите 8 сезон Игры Престолов одновременно со всем миром в HD качестве. Доступен русский дубляж и оригинальная английская дорожка. Также есть возможность смотреть сериал с субтитрами. Можно смотреть новый эпизод как в онлайн, так и в оффлайн режиме. На сайте, сервисе и в самом эпизоде нет реклам. В общем, переходите по ссылке в описании под видео, используйте мой промокод Чарли, чтобы получить 7 дней бесплатной подписки на медиатеке. И наслаждайтесь просмотром 8 сезона Игры Престолов одновременно со всем миром без единой рекламы. А теперь давайте перейдем к разбору первой серии 8 сезона Игры Престолов. Первый эпизод последнего сезона открывается так же, как и первая серия первого сезона, прибытием короля Вестероса в Винтерфелл. Только в первом сезоне это был король Роберт Баратеон, в восьмом сезоне это королева Дейнерис Таргариен. Отсылок к той сцене прибытия короля на север очень много. Например, Ария с улыбкой смотрит на мальчика, который пытается занять место получше, чтобы разглядеть новую королеву и всю ее армию. Ария улыбается, потому что она была точно такой же в первой серии первого сезона. Она также бегала по зимнему городку и пыталась залезть повыше, чтобы разглядеть короля Роберта Баратеона, его семью и всю его свиту. Джон сразу спрашивает, где Ария, когда возвращается домой. То же самое спросила Кейтлин Старг, когда все они выстроились во внутреннем дворе Винтерфелла, готовые встретить короля Вестероса. Где Ария? Прячется где-то. Где Ария? Санса, где твоя сестра? Санса говорит Дейнейрис, Винтерфелл ваш, ваша милость. То же самое сказал Нед Старг Роберту Баратеону. Как утверждал ваш брат, север прекрасен. И вы тоже. Музыка за кадром во время прибытия Джона и Дейенерис тоже из первой серии первого сезона. Композиция называется «Прибытие короля». Композиция называется «Прибытие короля». Мне лично очень напомнила Олли. Тот тоже поначалу был ребенком, радостно приветствовавшим всегда и везде Джона Сноу. Вроде того, как Лиана Мормонт первая провозгласила Джона королем севера. Но и Олли, и Лиана не видят картины в целом, в отличие от Джона Сноу. Олли не понимал того, что осознавал Джон. А дичалы нужны не только ночному дозору, но и всем живым. Поэтому их нужно было пропустить на юг. Также Леди Лиана не может понять, зачем нужно было отказываться от короны короля севера и приглашать на север иноземную королеву. Я, конечно, не говорю, что Лиана вонзит Джону кинжал в сердце со словами «За дозор», но вполне возможно, что она как-то по-другому его предаст. Так сказать, вонзит нож в спину со словами «За север» или «Север помнит». И да, я одна ждала встречи двоюродных брата и сестры Джороха Лианы Мормонтов. Жаль, нам не показали диалог между ними. Интересно было бы посмотреть, как Леди Лиана поставят на место Джороха. В конце концов, бремя правления Медвежьим островом должно было лечь на его плечи, никак не на маленькую Леди Лиану Мормонт. Тем временем в Королевской Гавани королева Серсея вооружает Бронна арбалетом, которым Тирион убил своего отца Тавина Ланнистера в финале четвертого сезона. Серсея хочет, чтобы Бронн убил теперь из этого арбалета не только Тириона, но и Джейми Ланнистера. Серсея всегда была одержима пророчеством Мэгги Лягушки, и похоже теперь решила избавиться от обоих младших братьев. Ведь Мейга предсказала ей смерть именно от рук Валанкара, то есть младшего брата или сестры. Младшей сестры у нее нет, зато есть двое младших братьев. Многие фанаты считают, что Валанкар это не обязательно младший брат именно Серсеи, а просто чей-то младший брат или сестра. Помните, что в смертельном списке Арии Старк все еще находится имя королевы Серсеи Ланнистер. Ария как раз таки Валанкар. Север помнит. Это конечно не подтверждено, но по-моему рыжий ланнистерский солдат по имени Эдди, которого так увлеченно обсуждают проститутки в Королевской Гавани, это такая шуточная отсылка к камео популярного рыжеволосого певца Эда Ширена в Игре Престолов. Он как раз сыграл ланнистерского солдата в первой серии седьмого сезона. А уже в пятой серии седьмого сезона 10 тысяч солдат ланнистеров участвовали в бойне на Розовом Тракте. Так что похоже именно про персонажа Эда Ширена проститутки говорят, что после сражения с драконом он вернулся обожженным и у него больше нет век. Полет Джона и Дейенерис на драконах лично мне очень напомнил похожий момент из книг. Последний раз в истории, когда Таргариены верхом на драконах были во владениях Старков. То были король и королева Джахерис и Алисанна Таргариены, которые прибыли в Винтерфелл верхом на своих драконах. У королевы Алисанны Доброй драконом была Среброкрылая. У короля Джахериса Миротворца дракона звали Вермитор. Слова Дейенерис о том, что они могли бы остаться только вдвоем в уединенном месте на севере, наверняка напомнили Джону Сноу аналогичные слова его прошлой любовницы, одичалой по имени Игрит. Она тоже предлагала ему остаться в уединенной пещере далеко на севере, где никто не нашел бы их. Давайте поговорим о сцене воссоединения Арии и Джентри. Только я заметила сексуальное напряжение между этими двумя персонажами. Вспомните слова Роберта Баратуона Неду Старку в крипте Винтерфелла. «Мы объединим наши дома, у тебя есть дочь, у меня сын». Разумеется, тогда имелся в виду брак Джоффри Баратуона и Сансы Старк. Но что если эти слова предвосхищали брак других Баратуона и Старка, Джендри и Арии? Тяжело, конечно, представить Арию замужней леди, но если живые победят мертвых и оба персонажа переживут эту войну, то почему бы и нет? Бастарта может узаконить приказ короля или королевы. И учитывая, что Джендри последний из Баратонов, по крайней мере в сериале, грех было бы не узаконить его, чтобы сохранить один из великих домов из Тросса. Сцена с восставшим из мертвых Недом Амбером напоминает нам, что сериал никогда не боялся калечить или убивать детей. Сцена в последнем очаге напоминает аналогичную сцену из первой серии первого сезона, когда нам впервые показали восставшего из мертвых ребенка. Девочка поначалу тоже была прибита к дереву, а затем восстала из мертвых. И да, если тебя зовут Недом в Игре Престолов, то ты не выживешь. Это просто факт. Вспомните сына Роба и Толисы Старков, которого убили почти сразу после того, как родители решили назвать его Недом. Давайте поговорим о символе, который оставляют за собой белые ходоки. Жуткой спирали из останков тел. В первой серии восьмого сезона они сложили эту спираль из рук и ног несчастных людей, укрывшихся в последнем очаге. В центр этого символа поместили маленького лорда этого замка, Неда Амбера. Но что пытаются сказать этим белые ходоки? Какое послание они оставляют живым? Ранее такую спираль мы видели в третьей серии третьего сезона на кулаке первых людей. Правда, сложена спираль была из останков лошадей, а не людей. Затем в пятой серии шестого сезона нам объяснили, что оказывается, изначально символ был сложен вовсе не белыми ходоками, а их создателями, детьми леса. Когда Бранд Старк и Трехглазый Ворон переместились в прошлое, мы видим, что дети леса сложили из камней такую же спираль, а в центре этой спирали находилась чар древа, которому привязали мужчину, сердце которого пронзили кинжалом из обсидиана. Так появился первый иной. Возможно, белые ходоки этим символом как бы говорят, мы ничего не забыли, мы помним кто, зачем и как нас создал. Вроде того, как северяне постоянно говорят, север помнит. Так же и у белых ходоков. По всей видимости, у них долгая память. Если вообще рассматривать историю с их точки зрения, то почему белые ходоки злодеи в этой саге? Они были обычными мужчинами, пока дети леса не выкрали, связали и не вонзили в их сердца обсидиан. Это был не их выбор. А затем, когда они обернулись против своих жестоких создателей, их выгнали далеко на север и построили огромную стену, чтобы не пустить их на юг. Белые ходоки разумные существа, и их ненависть по отношению к детям леса и людям вполне оправдана. В конце хотела бы отметить, что первый эпизод восьмого сезона заканчивается сценой с теми же двумя персонажами, что были в финале первой серии первого сезона. Тогда Джейми Ланнистер столкнул Брана Старка с башней Винтерфелла. Теперь же цареубийца вновь вернулся в Винтерфелл, и кого же он встречает первым? Того самого мальчика, которого он столкнул с башней замка. Как вы считаете, какой будет диалог между этими двумя персонажами в следующей серии? Лично я не думаю, что Бран будет винить Джейми в своем нынешнем физическом состоянии. Или вообще расскажет кому-то из северян, что именно Джейми сделал его калекой. В конце концов, если бы Джейми не столкнул его тогда, Бран не стал бы в итоге трехглазым вороном. И думаю, мальчик понимает это. А что вы думаете? Пишите свое мнение в комментариях под видео. Вот такие вот дела, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить подобный разбор второй серии восьмого сезона Игры Престолов. Напишите в комментариях под видео, что вы думаете о первой серии финального сезона Игры Престолов. Понравился ли вам эпизод? Какие пасхалки, отсылки или просто интересные детали заметили вы в первой серии? Какой ваш любимый момент? Воссоединение Джона и Брана? Джона и Арии? Арии и Пса? Или Арии и Джендри? Может вам больше всего понравился полет Джона Сноу на Рейгале? Или самым бесценным для вас было выражение лица Джейми, когда он увидел Брана? Были ли какие-то моменты, которые вам совсем не понравились? В общем, пишите свое мнение в комментариях под видео. Мне лично эпизод понравился. После того, каким был седьмой сезон, я, признаться, ожидала худшего. Правда, меня разочаровала сцена спасения Яры Грейджой. По-моему, все произошло слишком быстро и очень уж легко. Далась Теону Грейджою эта спасательная операция. Но не верю я, что Эурон Грейджой так беспечно оставил бы свою пленницу. И еще я просто не могу смотреть на развитие отношений Дейнерис и Джона. Но нет никакой химии между этими двумя персонажами. Отношения Джона и Игрит или Кхаладрога с Дейнерис, вот это совсем другое. Там действительно веришь в любовь между ними. Еще меня немного разочаровывает Теон в этом сезоне. Он всегда был одним из самых остроумных и дальновидных персонажей в саге. Но сейчас я этого не вижу. Всем спасибо за просмотр. Особая благодарность патронам канала, именно которых вы видите на экране, за поддержку моего канала на patreon.com. Феликс, Геннадий, Ольга, Стас, Луан, Миниевок, Натаниэль. Спасибо вам большое, вы лучшие. Если вам тоже нравятся мои видео и вы хотите поддержать выпуски новых роликов, переходите по подсказке или ссылке в описании под видео. Пока-пока.